А мы с вами будем подавать это по-деревенски сегодня на деревянных досках. Раскрывай с тобой наше кинкальное тесто. Если кто-то хочет выпить, Леночка, а ты генерал, то есть и... Я здесь сейчас съемку. Так, вот у нас фарш, он раскрылся, настоялся. Не бойтесь грузинской кухни. Очень часто мы слышим, что ой, какое все калорийное, все такое жирное. Мы сейчас сразу располним. Ребята, я, видите, не располняла, в дверь пока прохожу не боком, а нормально. Поэтому ничего, ты в прекрасной форме, как ты понимаешь, грузинские мужики не собаки, на Косте не кинулся. В этом мне и повезло. Вот, видишь, как хорошо. Ребята, вообще, если бы верить в то, что грузинская кухня жирная, калорийная и так далее, и так далее, то мы бы вся нация была бы очень жирной. Но это не так. Знаете почему? Потому что вся наша еда, которую мы готовим, она очень натуральная. Потому что мы это готовим непосредственно перед подачей. У нас другое мясо, другая курица, другой сыр. У нас не найдешь вот эти вот домотеба. Домотеба это, когда искусственное молоко добавляют, да, вот на синий, она все. Да, порошковое. Мы все знаем эти фирмы, кто этим занимается, мы это все обходим. Поэтому мы пользуемся продуктами база. Разминаем вот так вот ручками по кругу, по кругу. Это нам сейчас поможет сформировать правильную форму, которую мы быстро с тобой раскатаем. Возьмем сейчас одну секунду. Извини, пожалуйста. Сейчас возьмем еще муку. Не отдыхай при этом. Нет, нет, ты у меня, у меня никто не отдыхает. Я, я, мастер. Так. Засыпали муки немножечко. Именно немножко. Знаете почему? А когда вы будете добавлять муку, да, заправка в воздухе. Да, надо. Мы тебе и закуску ждать, его надо. Давай. Правильно? Правильно. Дали, чтобы хотя бы лепу с ней было. Конечно, чтобы хикали. Заслепились. Так, хикали лепись. Тесто получись. Так, смотри, берем сейчас скалочку. У нас с тобой на равных условиях одинаковые скалочки. Только смотри, сейчас не переусердствую. Нам нужно раскатать вот это магическое тесто до определенного момента. Не в ноль, не как на пельмени. Нам нужно сделать это ровненько. Это достаточно сложно. Как вы видите, тесто упругое, тугое. Остановить иногда. Выровнять его по толщине. Не, не обязательно. У тебя сердце, боже, самая листья его делает сердце. Покровитель женских сердечек. Так. Раскатываем. Делаем это примерно, равномерно. Для чего это происходит? Мы сейчас будем использовать еще один грыжевский лайфхак, потому что я подчеркиваю, мы и милая Натя. Каждый из вас сейчас скажут, ой, я могу это сделать стаканом и так далее. Не сможете. Знаете почему? Тесто безумно тугое. Это придумали специально. Вот у этой штучки, которая называется... Стакан может резать, порезать луки. Ну, каждая, поверь мне, 50% женщин обязательно попробуют. Я могу стаканом, а у меня получилось. Я смогла, если что. Просто покупайте вот эту штучку, она называется хинк. Во-первых, это дешево, она стоит примерно 5 лар. И во-вторых, это можно подарить маме, соседке, подружке. В общем, подарите кому-то, чтобы... А потом дать пользоваться. Нет. Чтобы приходить в гости, чтобы самому не делать хинкали. Что вы в своем отделе такие дупые, да? И я это сказала, вам неприятно. Смотри, стоп. Ну, меня видишь неполучие. Что ты делаешь? Ты давай, стоп, 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 стоп. Посмотри, одну минуту гладкий подстроить камеру уже и потом не хинкали. Так, смотри, раз. Учу. Смотри, делаешь вот так вот, надавливаешь, прокручиваешь. Вот так. И дальше начинается ковырянить. А оно как бы не выковыривается. Почему? Потому что бочком стопнул и выкала. Сделай. Молодец. Равномерно. Чтобы у нас вот мужик в доме. Хорошо, что не кентавр. Так. Молодец. Мы не будем забывать, что у нас есть еще два таких теста. Их тоже нужно будет раскатать. А еще я заметила, что мужчина, мне знакомо слово рационально. Но этот мужчина исключение. Он сделал максимум дырочек из основной. Боже, какое чудо. Так, отлично. Но ты не расслабляйся. Вот эту часть ты не трогай, потому что ты ее перекатал. А вот из этого сделай. Тонко не хочу. Знаете почему? Каждый из вот этих вот плюшек, так называемых, это будущее хинкали. Мы сейчас его будем раскатывать. А он не будет таким огромным, как в ресторане, потому что они все будут ручные. Ну им сейчас им не надо идти. Так. Отлично. Это не надо. Мы сейчас его обратно в пленочку. И потом используем. В том случае, если у нас сейчас все хинкали погудут в вода, то это запаска. Так, смотри, не расслабляемся. Не осмел, ты потом отдохнешь после грузии. Так, кстати, как Батумин? Потрясающе. В потрясающе, что ты потрясло и отпустила, если потрясающе не подрадовала. Потрясло и не отпустила. Слоя же, грузия, она навсегда любит в своем сердце и желудке. И еще двое суток в печени. Ну да. Возможно, есть такая вероятность. Повторяем только теперь, смотри, держим диаметр, не отстраняйся. Это сделано из бамбука. А бамбук у нас произрастает Батуми. Вы это видели наверняка? Вот, вот. И мы это он говорит. Вот. Тормози. Все. Я понимаю, что ты будешь кавказский мужчина. Ну, это таким образом. Так, убираем. Нам нужно, чтобы оно было в диаметре. Хочу, чтобы у нас получились красивые хинкали. Так ты на глаз так определяешь диаметр. А, слушай, ну очень просто. Видишь, вот с этого точно ничего не получится. Знаете почему? Хинкали должны равняться вот моей внутренней ладошке. Я же сейчас его раскатаю, он увеличится вот от таких пор. Но потом, когда я его соберу, он снова станет вот таким. Если вы будете готовить хинкали из очень тонкого диаметра, у вас получится вот такой хинкали похожий на пельмень. А все-таки в каждой хинкали одна ложка мяса и уже производная сока. То есть раскатка теста, она должна быть соблюдена хозяйкой на тот же ладошке. Все, достаточно, делай. Нужно вовремя остановиться, потому что если оно будет очень тонкое, оно при варке порвется. Какая же хорошая чашка для... Да, очень удобная. Не покупайте ту чашку, которая... Стаси, смотри, вот стакан еще, смотри, вот этот еще удобный, он еще острый. Это же стакан сделанный из бамбуха, но вряд ли он у вас продается такой, а у нас есть. С стаканом таким не сделаем? Нет, так обычно таким и в руки можно попарить, не надо. Идите по накатанному. Так, давай. Два хорошо, не страшно. Аккуратно, она много раз раскусается. Да, это так. С пчелами все не страшно, а сам много раскусается. Так, смотри, да. Кстати, хозяйки, если вдруг у вас получается не идеальный круг, а вот такой, то это не страшно, потому что вы все равно сможете раскатать из него круг. Если нам становится душно, мы откроем сейчас окно, потому что вы что... Смотрите, какой у нас вид из окна. А лист какой из окна. Представляешь, ты идешь домой, у тебя грузинка ждет с кувшином. Боже, счастье какое. С кувшином. С кувшином, ну конечно. Нет, почему поговори. Пока не поговори, потом посмотрите. Так, отлично, молодчина. Вот, у нас уже появляются финкальки в будущем. Финкальки с... Отлично, давай сюда. Теперь я тебе покажу. Да, ну сейчас, ты не переживай, мы тут уже кормить будем. Так, вы завтракали, кстати? Сыр с вином. Нормальный грузинский кувшин. Я их сразу установила сегодня, он по грузинке. Утром сыр с вином. Так, смотри, вот сейчас мы его... Видишь, как раскатываем. Только остановитесь вот на такой момент. Примерно 12 сантиметров нам нужно, чтобы сделать мужчину счастливым и накормить его финкальки. Это маловато. Вот. А тут дело не в размере, а в гумиле. Здесь я не использую, но я чувствую, не надо. Если ты думаешь, что ты меня смутишь такими разговорами, то я как птичка стреляная. Смотри, чтобы ты не застеснялся. Понял. Вообще, вот это распространенное мнение о том, что мы же не Кавказ. Грузия это не Кавказ. Грузия это Закавказье. На Закавказье совершенно другие женщины. У нас супруги, а ну муж и жена, сидят за одним столом, кушают вместе. Нет такого, что прислугала. Нет, нет, нет. Мужчина там, чтобы... А вот в Западной Грузии туда уже, в ту сторону. Возможно, муж и жена будут сидеть за разным столом. Видите, в этой месте два стола сделано. Для женщин и для мужчин. Вот это для мужчин, а то для женщин без Кверы. То есть, в Западной Грузии есть половое разделение в момент застолья. Смотри, рыба моя. Ты понимаешь, что ты диаметрный подарок. 11 сантиметров. Да, а вот тут мне сантиметры крайне важны. Я буду биться до 20 сантиметров. А тут уже все непонятно. Тут уже все. Все мне ясно. Все мне ясно. Вставать теперь. Да, да, да. Ну так вот, у нас муж и жена равноправные. Нет, и у нас нет такого, что женщина молчит. Как рабы, я, да? Нет. Мы грузинки вряд ли будем молчать. Вообще в принято. Да, и не будем. Так, закрываем. Зараскатываем. Это очень важно. Сам Галджан. Нам нужно раскатать это примерно одинакового диаметра, но при этом обращу внимание, края сильно тонко не закатываем, потому что края сейчас превратятся в момент, где мы будем склепливать. Это может плохо сказаться на общий фон наших хинкарей. И раскатывать стараться с середины. Раскатывать с середины. Вот ты умничка моя. Видишь, как много лифтанцев. На самом деле, кажется, раскатался. Размер не имеет значения. В этом случае нам нужно подгадать все под одно. Я прикрываю пленкой, потому что ветерок с моря засушит наши хинкарьки сейчас. Смотрите, вот оно тесто. Смотри. Мацуневое тесто. Не расслабляемся. Катаем. Нам это все надо раскатать. Я сейчас правда... Чтобы она включила. Огонь. Ты знаешь, какие вкусные сделаешь? Я чувствую уже супер вкус. Да, я думаю, да. Тесто, конечно, другое. Так много нюансов мелких, да? Которые ты должен знать. Казалось бы, да? Мне кажется, как наши пельмени. Пельмени мягкое тесто. А пельмени раз-два, и они стаканом. Нет, нет, нет. Это очень тугое тесто вообще. Ну и вообще, сами детали мелкие, да? Вот которые... Толщина теста, размер. Ну, видишь, ручной работой хенкады... Миша, может, ты не хочешь? Я так понял. Только поясню. Надо будет инвестировать. Это у нас сковородка. Мы будем готовить прямо на ней сегодня хачапури. Пока что-то готово. Так. Что тут у тебя не получается, я не понимаю. Что-то вот и лопает. Так, перемешиваем. Фарш уже хорошо настоялся. Специи уже раскрылись. Я проверяю его на сочность. Фарш такой, что он старинный даже водно-то. Отличный фарш. Смотрите, тут работает правило зирвака. Ты говорила, что у них нормальный. Что это такое? Смотри. Дужины на кухне могут лучше, чем женщины? Конечно. Конечно. Смотри, возьму с двумя. Давай. С двумя. Да, вот как... Я так и сильно извиняюсь, но как полетишь, так поедешь. Ну да, в общем. Так, смотри. Правило зирвака. Когда готовим плов, мы пересаливаем зирвак. Общая ситуация хорошая. Тут такая же ситуация. Слегка, казалось бы, слегка пересолены фарш, но результат очень хороший. Потому что хинкари не досаливают. Бога ради! Не кушайте хинкари с кацебелем, с кемалем, с сметаной или маской. Я вас не умоляю. Это амирзвительно. Это то же самое, что заказывать суши и макать майонез. Ребята, ведь это вам не придет в голову? Боже. Давай, давай. Зайдем. Рассказывай. Покажи свою природную агрессию. Дай мне огня. Давай. Это суши. Мы не будем говорить, что самбел криворукий. Мы скажем виноват в тесто. Конечно. Скажем темпераментный. Хорошо. Теперь так это называется, да? Хорошо. Теперь так это проявляет. Темпераментный самбел. Ладно. Пусть так будет. Вот. Хорошо. Мне кажется, эти воробицы нахожу. Давай. Самбел, самбел, самбел. Вот тебе чуть-чуть засыпь. Много нельзя использовать муки, потому что высохнут края и треснут. А я управляю. Русские. Я отправляю. Еще муки немного нельзя. Ну, да. Видишь, сколько муки. Усталось? Ты хочешь помочь зала? А есть звонок другу, помой сама? Здравствуйте. Че? Кому ты тут будешь звонить через меня, я не поняла? Кому? Татьяна, ты же в духовку сам. Подожди, там где-то без моей команды вообще ничего. Вообще ничего. Ты даже не понял, куда ты попал. Так, смотри. Перемешали наше мясо. Вот оно уже у нас хорошо. Уже просолилось. И если вы заметили, когда мы начали добавлять туда специи, оно было другого цвета. Ну, плюс сейчас мы перемешали, прошла ферментация, конечно же. Это зависит от количества лука. Чем больше лука в мясе, тем светлее будет продукт. Давай. А вы говорите, как вы тут все в форме? Да вы поправляться не успеваете. Вот такой работой. Пока у тебя вес и трицепс, бицепс, все это прокачается, вот теперь хинкар. Это у вас хинкари с огоньком. А представь, сама сделай хинкари, но всю семью и жена гостей. Вообще хинкари готовят, вот, например, дома, да, свекровь, заловка, невестка, еще невестка, и все вместе готовят хинкари. И более того, ну, минимум сотка, ну, потому что они же варятся по частям, но тридцать штука одновременно могут зайти в кастрюлю. В зависимости от того, какой кастрюли располагает хозяйка. Одновременно начинают варить, там тоже есть свои нюансы. Когда ты варишь хинкари, они варятся в кипятке, они на пару. Очень многие до сих пор думают, что хинкари как манты делаются на пару, но это не так. Чем это обусловлено? Манты готовятся на пару, потому что в условии приготовления данного региона не было такого количества воды. Вот и все, у нас в грузии с водой нет проблем, поэтому мы хинкари варим в воде непосредственно. А есть манты еще полностью не закрытые? Да, есть открытые, да-да-да. А у нас нет таких. У нас хинкари, они все традиционные формы. Количество складок зависит от волшебства рук хозяйки. Добро, добро. И еще, знаете, я хочу сказать интересный момент. Хинкари это маркетинговая форма. Когда вы находитесь даже в Сан-Франциско, видите название грузинского ресторана, заходите туда, почему-то решаете, что можете там покушать хинкари, они будут как в Грузии, то в начинку добавляется все, что угодно. Почему? Маркетинговая форма хинкари, она очень хорошо продается. Вы ее узнаете, хотите ее покупать, не важно уже, что внутри, сыр, грибы, пюре. Важно, что ты прием хинкари, делаешь это. Да, хинкари. Сейчас уже тебе дам. Конечно. Но те хинкари, те хинкари, в кавычках, которые готовятся с сыром, называются квари из региона Кварели. И так предвидительно квари. Да, они совершенно не похожи на хинкари, той формы, к которой вы привыкли. Они совершенно другой подачи. И вот так квари подаются с топленым молоком. Более того, к ним еще подают чашечку мацони, в которую заквасанное молоко мацони. Вот в ней подаются, уже не знаю там какого размера, может быть порционные, может быть 250 грамм. Это уже от хозяина зависит. Вот такие хинкари с сыром, называется кварь. Хинкари с грибами действительно имеют место быть, потому что грузины христиане. И мы чтим пост, не только великий, но и все посты христианского мира. Исходя из этого, в грузинском меню вы всегда встретите постные глюда. Заходите в ресторан, там есть постные глюда. Потому что да, есть Андреевский пост, и вот Павловский. А где ты вообще ешь хинкали, если ты сама не готовишься? Да, я ем хинкали. Если я ем, это будет реклама. Но в ресторане у нас есть проблема. Есть ресторан, который называется Кахеляли. Это ресторан нетуристический. Это ресторан для грузин. Он закрывается в 9 часов вечера. Там нет никаких увеселительных программ. Это ресторан для местного населения. Безумно вкусный хинкали. Самый Кахелеби. Кахелеби переводят так как кахетинцы. А ну вы украинцы? Это в Тбилиси. Это в Тбилиси, да. Причем эти вокации распространены по краям в Тбилиси. Один был он на выезде в Кахете, а другой на Беляшили на выезде уже в сторону Мцхета. Вы были в Мцхете? Нет. Как так? Сегодня они вам, вчера мы уже приехали. А, боже мой. Приехали сразу ко мне на праздник хинкали. Мы выйдем хинкали напротив Макдональдса. Макдональдс и напротив хинкали. Слушай, я вот не могу понять, что надо сжечь первым. То ли Макдональдс, грузи. Это же Макдональдс все-таки. То ли хинкальдс, грузи, грузи. Макдональдс, который в принципе... Что надо сжечь первым? Да. Нет, ну то, что конец у нас на запаритель, это не понятно. Я же тебе в начале нашего разговора сказала. Если где-то загорелась изба, тишите грузинку, как бы. Она уже скачет в другую сторону. Так. Я пока вмешу у нас вот это прекрасное, смотрите, какое тесто. На хачебуре. Молодец, осталось два, давай. Осталось два. Ты почти близок к цели, да? К концу или к началу. Или к началу, или к концу. Это у нас прекрасное буду в Синкале. Я за обычный лох. Я сейчас хожу. Фух. На фига тут секс. Раздыхайся. Вы только знаете, какая вкуснота будет? Никогда нигде не съешь. В каком ресторане такого не ухажают. Ну это точно. Она делает самые очень вкусные блюда, которые есть. Настоящие, дружинские, которые я делаю. Она мастер-классы здесь проводит, да? Да, да. Это специальный... Мне кажется, это очень интересный опыт. А кто тебе приезжают? Туристы или местные? Ой, у меня очень много знакомых уже со всех стран мира, потому что я занимаюсь мастер-классами пять лет. Я придумала себе это занятие. Почему? Потому что я домохозяйка. Я люблю готовить. Я не люблю работать. Я люблю заниматься тем, что приносит мне удовольствие. Я каждый день общаюсь с абсолютно разными людьми, абсолютно разных национальностей, вероисповеданий, финансовых доставков и так далее, и так далее. Я очень много людей знаю, но читаю в Финляндии, заканчиваю в Японии. Я понимаю. Огромное количество людей. Где тебя находило? Я работаю, ну, меня находят в Инстаграме, меня находят по сарафанному радио, причем он отлично... Вот тут радио сейчас будет... Сарафанное радио это великолепно, потому что человек, который один раз попадает в такую атмосферу и погружается в грузинское застолье и видит действительно, как мы живем, как мы готовим, что мы делаем, наш быт, он не может в это не влюбиться. К тому же он уносит отсюда такие интересные знания. Итак, давай, на заправку хочешь водичку, да? Водичку, да, только не чачу. Нет, давай пока не чачу, чачу потом у нас в Хинкале. Мы пьем груздиминеральную воду. Она у нас будет... Остань, остань, остань. Она у нас разная. Хорошо, хорошо. Так, я перекую, давай. Давай, сделай перекур, а я пока подготовлю то, что надо. Может, вы тоже водички хотите? Спасибо большое. Выключай. Выключай пока. Хорошо. Так, теперь мы с тобой берем вот этих вот край наших будущих. Они уже начинают подсыхать, поэтому мы это делаем эффективно. Вот так. Если сейчас где-то у нас, видишь, маленький диаметр вот этот, например, я его еще докатаю, да, потому что он очень маленький. Помоги, если сейчас силиком можно не разделять, просто вот... Вот разложим их, чтобы под рукой оно у нас вот было. Вот этот малыш мы его сейчас приведем. Чувства. Вот. Ты знаешь, насколько было бы это скучно, если бы тут стояла в представлении грузин, обычная грузинская женщина в партуке в возрасте? Никак. Никак вообще, абсолютно. Все приготовила. Поэтому мы, да, мы показываем современную Грузию. Мы тут не ездим на конях, не ходим в папахах по улице и так далее. Мы обычно и такие же, как вы, тоже в джинсах. Тоже ругаемся матом русским, причем. Потому что, потому что, такого грузинского мата... Нет, просто изобилие. Нет, просто да, вот это изобилие, оно вот все-таки... Так, вот это тоже чуть-чуть. Из России приезжают тоже? Да, большое количество из России. Ну, Россия же огромная страна, там, все, что, чего там только нет. Очень много национальности. Ресторанам помогаю выстроить ресторанное меню. Сюда приезжают, да, приезжают повара, и мы с ними проходим курс. А ну, я им выставляю там горячее меню, холодное меню, там, холодное, горячее сель. Да, так, это же, да, на все, вот, конечно, да, это в жировой сетке. Казетка в жировой сетке. Так, смотри, сейчас мы с тобой сосредотачиваемся, молимся всем богам в зависимости от твоего вероисповедания. Так, перемешиваем. Здесь нам нужно попасть в золотую середину. Нам не нужно, вот столько не надо, а вот это вот витро нам не надо. И вот столько тоже не надо. Одна ложечка в зависимости от того, какой у тебя диаметр. Вот я сейчас возьму диаметр, вот я его положила в середочку, приподняла, сделала раз, два, три, четыре. Неважно, сколько складочек, каждую залепливаем, чуть-чуть отступив от другой. Делаем сейчас это в экшене, потому что они начинают сжиматься. Вот, смотри, получается вот такая хинкалька. Сейчас мы лишнее чуть-чуть уберем, потому что она маленькая. Вот так вот. Она маленькая, да, нужно докатать. Подожди, не спеши, может мы их чуть-чуть докатаемся. Очень крошечные они у нас получаются. Красивые. Да. Приподнимаем. Приподнимаем, да. И на тебе раз. Раз, два, да. Подожди, надо докатать. Очень маленькие, невозможно их слепить. Не сжимаются. Так. Подожди. Сейчас будет. Очень маленькие. Десять, двенадцать. Так, минус двенадцать. Двенадцать, молодец. И что делать дальше? И дальше зажимай? И дальше зажимай, да. Вот эту не будем, когда она у нас сжимается. Получилось, да. Но смотри, у тебя вот складочка потекла. Знаешь, почему одну ты пропустил? Теперь смотри, нормально сейчас покажу. Вот диаметр. Все равно круто. Вот он диаметр. Его залепить можно? Это первый химикарь? Это первый химикарь. Подожди, сейчас мы тебе сделаем дубль. Вот это хороший диаметр. Все равно круто получилось, да. Я думала, сделала, но у меня не получалось. Сейчас получится. Одна, значит, вот мы ее еще раз перемешали. Вот положили, взяли фарш. Вот, положили его в центр. Не распределяем его. Видишь, уже диаметр какой легкий, да? Взяли вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Смотрите, все складки на одном уровне высоты, вы видите? Они все друг за дружку держатся. Последняя складка куда? Хопа, вовнутрь, видите? Завернули. И видите, уже как легко прижали. Не как предыдущие? Да, и перекрываем вот так, пережимаем. Теперь, если это были бы ресторанные хинкали, можно было оторвать. Но поскольку у нас здесь свежее тесто, мы красивенько вот так отрежем. И вот он равняется внутренней части моей ладошки. Видите? Вот такой красивый хинкали. Этот мы переделываем. Сейчас мы вернем сюда мясо. Смотри, да, чуть-чуть докатай. Чуть-чуть докатай. Потому что, когда у тебя диаметр хороший, теперь с ним, как ты уже понял, выгоднее работать. Теперь, что часто очень ошибка происходит? Вот откуда же тут течет? Произошло следующее. При залепке вот этих вот хинкали была пропущена всего лишь одна складка. Эта одна складка была не закрыта. Через нее будет сочиться сок. А сок должен остаться у нас внутри хинкали. Поэтому это мы никак не спасем. Но очень многие говорят, что можно вот это сюда присыпать. И оно сработает, как пломба. Но это на самом деле не так. Потому что, когда у тебя вытекает, оно все равно уже вытечет. Оставляем. Не спеши. Вот. Когда у вас вдруг произошла какая-то кулинарная авария, в плане того, что начинает течь или капать, или что-то такое, не кладите хинкали на заведомо мокрое место. Они прилипнут. Видите, я их специально кладу на сухое. А ну. А ну, Самвел. Что, Самвел, у тебя что-то складок нету там. Счастный. Ты спеши. Правильно, потому что нормального мужика складки только в маску. Ну что, прилично. Весутик с мясом. Да. Давай теперь вот тебе, вот тебе, вот тебе. Смотри, сейчас не торопись, давай вместе. Хорошо, хочу, чтобы у тебя идеальная хинкали получилась. Вот так выставка все, да? Да, одну ложечку. Только, а ты заметьте, еще один момент. Каждый раз при закладке ложки я перемешиваю фадж, чтобы вода вернулась обратно в мясо. Захватывай его теперь быстрее, потому что оно растекается, ближе друг к другу. Все очень просто. Положили в центр. Смотри, вот так вот. Смотри. Раз, и защипнули. Два, и защипнули. Получается 12, да? Да, хорошо. Ты не считаешь, это главное. Вот, повыше. Смотри, теперь повыше его закрывай. И видишь, как я делаю? Я делаю вот так, чтобы весь вот этот сок остался внизу. А если ты его вот так давишь, то тебе вот хвостик не красивый получается потом. Смотри. Некрасивый хвостик. И последнее вовнутрь. Огибаем. Теперь вот смотри. Вот смотри, как я делаю. Видишь, я его не вдавливаю в руку, я его держу на весу. Таким образом вся влага остается внутри. Очень жаль, ничего страшного. Давай попробуем заново. Да, выливай. Вот, сформировал вот такую чесночную головку, сделал ему плохо, поставил его на место. Видите, какая? Мне кажется, любая женщина, которая у тебя научится готовить, выйдет замуж. Краткий курс грузинской невестки. Как выйти замуж. Да, как выйти замуж из-за грузина в том что? За любого мужчину, мне кажется, в любой точке мира приготовить так и все. Конечно, вообще любая женщина. Я вот тут согласна с Лейсану Тяшевой, которая сказала, что любая женщина должна готовить. Это действительно да. Я с этим абсолютно согласна. Не делай заранее. А, все, мы сейчас вылечим. Давай, 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 ты отошай. Ты вот это следи, а то мы сейчас его потеряли. Хоп. Абсолютно. Это женское начало. Ты, когда занимаешься женским делом в жизни, ты намного счастливее себя ощущаешь, чем если ты, женщины могут все. Вот феминистки выкручить здесь сейчас, потому что мы действительно можем все. Вопрос, приносит ли нам это счастье? Я так не считаю. Я занимаюсь тем, что я люблю, то, что мне приносит удовольствие, и при этом я не теряю своей женской сущности. Вот и все. Ну разве не счастье мужчине приготовить такое? Не только мужчине, и женщине, и подругам, и сыну своему, и его друзьям. Он подрастет, и ко мне все его друзья будут ходить и говорят, Тина Дейда. Тина Дейда, мы победу и Хинкарину попробуем. Да, это же Дейда, это сестра матери получается. Да, нормально. Идеально, наконец-то. Хинкарка от Тамбелки. Только ты их когда, вот так, нет, я их делаю, да, на весу, потому что когда ты их делаешь на доске, у тебя есть шанс их поранить. Да, вот. Они такие тонкие, их когда держат, как будто мешочек наполненный мясом. Так оно и есть. Нет, а то оно, конечно, когда не знаешь, такое не приготовишь. Смотри, если у тебя, ну, наверняка есть какой-то кухонный комбайн, достаточно сложно его использовать для замеса теста, потому что он в виде не прокрутит, понимаешь? Это тесто очень плотное, да, у нас это делается в ресторанах специальным миксером, и вот он вытягивает тесто. Ой, это ты зря, ты его не залепишь, нет, 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 ты не залепишь его, да, он уже мокрый, мокрый, не залепливается. Самбел, не переживай, потому что у нас незапасное тесто. Я залеплюсь. Да, мы сейчас, нет, а ну, знаешь, нам же нужно, чтобы оно еще сварилось, а ну вот это то, что у нас красивенько, нам нужно, чтобы оно еще и при подаче было красивенько, понимаешь? Нам же нужно итоговый кадр получить. Там уже. Не, ну у меня такое не получалось. Знаешь, дома готовим, черт и шо, получай. Ну вот для этого и существуют мастер-классы, и люди учатся. Ты знаешь, не всегда образование делает себя профессионалом. Ну вот я считаю, невозможно, вот если ты не родился внутри с ощущением тем, что ты хирург, ты не можешь стать хирургом. Ну ты научишься основные какие-то базы, но сейчас... Вот тут сейчас, знаешь, две швеи, три швеи, да, напустим, десять. Да. Одна шикарная, другая вообще. Да, да, легко. То же самое. Изнутри. Зависит от чуйка или нет? Ну, получится. Достигнут максимальный. Да, к тому же ты должен постоянно... Вот там размер сам был. Развиваться. Да, конечно. Вот, например, даже взять или все-таки хинкали, противогли и приготовить... Да, фигня. Нереально. Нереально. Там фигня вообще полная. Можно просто сделать пельмени в виде хинкали. Да. Такие вкусные, еще не готовые. Ага. Голубки чеснока такие. Да, как наступает, как чеснок лепим. Да, очень красиво. А когда его так держишь, он вообще как будто мешочек тоненький с мясом, с соком. Очень вкусно. Такой стол красивый, с этой зеленью, со всем, с сыром. Хочу, чтобы у нас было красиво и вкусно. И вообще мы никогда не унываем. Молодец. В грузинской кухне нет правила подачи блюд. У нас нет первое, второе, третье, компот, десертов, вообще нет. Поэтому все, что вам ставят на стол, это единственное, что есть в доме. Больше нет просто. Смотри, что я сделала. Неправильно, да? Красиво, но неправильно. Давай не спеши, Самвел. У нас есть много попыток. Посмотри один раз, как она лепит. Да, не спеши. Я как-то леплю-леплю, и они у меня... Да, я тебя сейчас выбрасываю. Вот у нас тесто. Лен, может ты чуть-чуть его ручками просто помни, чтобы оно на одно было похоже, это нам увеличит быстро. Ты лепишь в одном месте, а в одну коробку. Смотри, смотри. Раз, защип. Два, защип. То есть ты в одно место, на одном уровне? Чуть-чуть отступаю, видишь? Они по высоте на одном уровне. По высоте. Да, но они на один миллиметр друг от друга отступают буквально, не больше. Вот, видишь? И я это держу на весу. Ага, то есть у тебя сон сюда не попадает? Да, сон весь стекает вниз. Видишь, потом хоп. Хоп. И все, и закрутилось. И все, и закрутилось. И получается равномерная вот эта вот складки везде. На сверхинкатке получаются. Вот. Пусть он покатает. Сейчас. Просто я хочу, чтобы у нас было такое, знаешь, целая вот эта тарелка, чтобы красиво было в этой тарелке. А то если мы 20 штук слепим, это хорошо, но маловато. Как в каком мультике? Маловато будет. Музы, да? Да, да, да. Да, 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 да. Да, да, да. Видите, мы все выросли на таких мультиках. Советские. Все это помним. Это классно. Да, да, да. Кстати, большинство мультиков, ты на них смотришь вообще потом иначе, да, когда вырастаешь? Они какими-то странными кажутся. Вам так не кажется? А мне кажется. У меня как бы много вопросов к почтальону Печкину до сих пор. Там ко всем советским мультикам. Там очень много. Особенно вот к тем крокодилам, которые яйца на острове несли. Мне есть о чем поговорить. Они как психотерические. Это вообще повлияло на мою детство. Получилось оно? А как ты русский язык выучила? Русский язык. Я закончила русскую школу. Тогда еще все жили в мире и согласие. И это нормально, когда ты говоришь по-русски. Сейчас в Тбилиси вообще, как в Российской империи было принято говорить на французском, это подчеркивало твое высшее происхождение. То же самое и в Грузии. Если ты знал русский язык, значит ты не простой крестьянин, а начальник цеха какого-нибудь или еще чего-то. Но моя бабушка была доктор наук, поэтому она очень хорошо говорила на русском. Защитила кучу всяких там работ. Ну и я закончила русскую школу. И мой сын тоже говорит по-русски сейчас. Все нормально. У тебя очень смешно, сын. Особенно то видео, где он приветствовал. Хулиганьончик, просто. Не хочет, да, конкуренции? Нет, он хочет братика конкретно. Он как бы на сестру вообще не реагирует никакими флюидами своего организма. Хочет братика. Как прицепится к какому-то ребенку на площадке. Мама, это мой братик. Только папе это не говорит. Давай я раскатаю, ты залепливай, хочешь? Думаешь? Смотри, как он. Почему так это пристает, да? Может и пристает. Смотри, как красиво. Ты знаешь, мука должна быть, вот эта специальная мука, грубая мука. Первый сорт, не высший. Не высший, первый сорт. Можно использовать, думаю, что муку для итальянской кухни. Если блюдена. Нет, не получится без глютена, потому что глютен как раз это то, что обеспечивает нам вот это вот слипание хинкали. А чтобы мы сейчас их будем варить в подсоленной воде после закипания 8 минут примерно. И чтобы придать им дополнительный блеск, хинкали нужно облить холодной водой перед подачей. Мы вот их будем вылавливать, но сначала окатим их холодной водой из тазика. Хачапури, хинкали, салат, шкамерули, соку кедзе. А ведь мы иногда можем еще что-то другое готовить. А ведь еще и бывает шашлык, и форель, и так далее, и так далее. Кстати, у нас что-то мнение такое существует, что очень тухой грудь и шашлык. Потому что в основном в Грузии в ресторанах готовят шашлык, во-первых, на газе, во-вторых, делают неумеючи. Потому что наш грузинский шашлык называется мцвади. Жарится он за 12-15 минут. Готовится это все на открытом огне. Огонь разводят из виноградной лозы, которая называется салами. Виноградная лоза прогорает, не порт мне хинкали. И на этом мы готовим мцвади. Причем шашлык не маринуется, никакого хипира, или там, не знаю, минералки или чего-то. Соль, перец в конце, лук. И иногда, если, например, очень жарко, я добавлю туда уксус просто, и все. Все, давай, по одной, и в школу не пойдем. Я весь мокрый, я весь мокрый, капец. Я не могу понять, то ли они, когда порезанные другие, то ли когда кусаешься, мне больше нравится, когда порезанные. Я тебе скажу, что это хорошее чёршка эла. Это хорошее чёршка эла. Есть с химией, с порошки. А я у нас на роде не купил, не привязывал. Не-не-не. Они резиновые, ты откусить даже не можешь. Вот такая вот чёршка эла должна быть. Виноградный сок, как-то, да-ка. Да, чистый виноградный сок с мукой. Они не приваривают. Мы сейчас с вами поставим хачапури и хинкали одновременно. За это время нарежем салатик. Вот оно, наше тесто. Смотрите, какое у нас получилось тесто. Это из мацони, бездрожжевое. Видите, какое. Вот. Приготовим. Хачапури по-мигрельски? Хачапури по-иммеретински. Имеретински. Имеретински. Здесь у нас вообще для хачапури использовать лучше два вида сыра. Это сулгуни и это эмирули. Эти два сыра продаются везде, в любой грузинской ласке. Вот у нас такое тесто. Аж пищит. Вот. Тесто мягкое, мягкое. Совсем противоположное, да, чем на хачапе? Да, нет. Вообще другое, конечно же. Вот так вот его обняли. Попищало, попищало. Вот. Взяли шарик, добавили муку. Сим-салабим. Опять. Обязательно. Обязательно, конечно. Это заклинание. Я вообще готовить не умею. Это все заклинание. Чесло. Вот. Можно сделать один большой хороший хачапури и сделать два маленьких. Тут уже как мы сами захотим. Мы сделаем один большой, да? Мы сделаем один большой. Сделаем его прямо на сковородке. Вот на такой сковородке. Добавим сюда вот так вот муку. Мы не добавляем сюда масло, потому что масло у нас есть в тесте. Достаточное количество. Вот оно. Распределяем его. Раскатываем. Вот. Видите, какое? Бездрожжевое, но очень живое. Это благодаря мацони. Мацони очень, на самом деле, агрессивные молочные грибки. Достаточно вот этого сахара, и оно прям вот поднимается. Пройдет, да? Я подчеркиваю, что не использую соду и не люблю соду. В принципе, этот привкус я его не люблю. Вообще, многие хозяйки, которые, ну, беспокоятся, что тесто не получится, они используют. Но я не использую. Берем сыр. Это эмеретинский сыр и сулгуни. Два вида сыра. Вот так вот. Хочу все сюда это положить. Но потому, что это домашний хачапури. И он большой. Смотри, хачапури не должен быть очень тонкий, но при этом не должен быть очень толстый. Нужна какая-то золотая середина. Но когда у тебя такое количество сыра, ты уже можешь делать все, что хочешь. Типа финкалина большая. Смотри, огромный хачапури сейчас у нас будет. Вот так. Защипываешь так. Да, защипываем. Вот так вот. Лишнее убираем. Закрываем. И разминаем. Это же большое блюдо. И большой, хороший хачапури на всю семью. Повторяю, что хачапури переводится как творожный хлеб. А все остальное у нас имеет другие названия. Видите, я сначала руками его распределяю. Потому что здесь вся начинка у нас в центре находится. Видите, какими движениями я ее распределяю. Вот так вот. Когда вы путешествуете по Грузии, вам могут даже хачапури в некоторых регионах не мазать маслом. Просто со сковородки, с печки, прям так и подать. В городе вам, конечно же, маслом его смазывают. Это уже на усмотрение хозяйки. Вот. Распределяем. Вот он уже большой. Можно покатать. Когда вы печете на сковородке на огне, вам нужно избегать любую дырочку. Когда вы печете на сковородке в духовке, можно сделать дырочку для пароотвода. Вот он такой хачапурица. Сколько по весу примерно там сырочек? Ой, я не знаю. Там около килограмма сырочек. Нет, меньше, конечно же. Но в общей сложности хачапури достаточно тяжелый. Рома 700 точно. Да. Хачапури достаточно тяжелый. Вот мы взяли нашу сковородку. Вот так. Отлично. Вот. И сейчас поставим это в духовку, где уже стоят грибы и курицы. Угу. Кастрюля большая. Духовка уже включена, да? Духовка включена. Если в электродуховке, какая температура? Где-то 180 минут. И сколько? Минут 40? Нет. Хачапури быстро очень готовится. Сейчас мы с тобой. Я хочу, чтобы ты это делал. Ага, давай. Я тебе подержу. Я объясню, как это делать. Мы уже... Мари, да, а ты что? Ага, все хорошо. Как гибкая, да, смакова? Вот, 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 вот. Вот она, Мари. Это соль, да? Смотри, вот эта ложечка. Мы сейчас ей делаем водоворотик в кастрюльке. Вот кастрюля опять уже закипела. Слышишь, уже она булькает. Все наши хинкальки мы сейчас туда отправим. За это время нарежем с тобой салатик. Сейчас мы с вами еще раз. Закипит, да? Вот она, кипит. Смотрите, вода кипит. Мы эту воду солим. Вот, посолили. Теперь делаем водоворотик. И по одной опускаем хинкальки. Хинкальки ложкой не трогаем. Просто мешаем водичку. Вот так вот. И запускаем хинкальки. Вот. Чтоб они не пристали ко дну, понимаешь? Сейчас половинку заброшу, половинку ты заброшу. Это все войдут туда, да? Да, все прекрасно вообще войдут. Тут большая кастрюля, много места. Мы сейчас еще сверху потом окатим холодной водой. Это когда они сварятся. Все предполагается, да. Восемь минут примерно. Да, примерно. Они всплывают тоже, да? Они даже не тонут, видишь? Так. Вот. Да, немножечко водоворот такой делай, чтобы хинкальки... Вот так. Ты их ложкой не травмируй, просто водичку. И сейчас мы их закроем крышкой. Как только начнется активное кипение, крышку убираем. А то взорвутся. Чем больше хинкали, тем сложнее оно крутится. Ну, конечно. Все. Молодец. Давай. Все есть. Ага. Умничка. Так. Аккуратненько, да? Аккуратненько. Вот такой водоворот. Они-то уже заварились. Ну да, уже нормально. Нам нужна контроль. Конечно. Вот странно как-то в Грузии огурцы, помидоры очень крупными кусками режут. Да, у нас мелкими не режут. Но шкуру очищают. Шкуру частично могут очистить, частично могут оставить. Все это дело в том, что у нас помидоры и огурцы, они очень сочные, очень свежие. Если мы будем их очень крупно, мелко рубить, то здесь сочный. Да, все будет очень сочное. Сейчас здесь приготовим с вами салатик. Вот так. Конечно же, нам нужны будут овощи, потому что овощи в грузинской кухне с зеленью. Это все. У нас здесь есть кинза, есть петрушка, есть трихан. Этого всего должно быть много. Есть перец острый. Если хотите, порежьте. Если не хотите, не мешьте. Это просто сверху можно для украшения его добавить. А дальше уже на ваше личное усмотрение. А вы добавили вкус овощей какой-то наслечения? Ну, я думаю, что на Украине тоже вкуснее. Ну да, вкусные, да, да, да. Мне кажется, что огурцы, помидоры, да. Все домашние. Домашние, да. Вот воздух точно заметили. Воздух вообще у вас. Хорош. Угу. На дыша отсыгнута невозможно. А мы с вами вообще в таком месте находимся? Здесь очень хорошо. Это называется озеро, да? Нет, это Билисское море. Называется искусственное, да. Вот видите, как красиво, боже мой. Представляешь, плавать, здесь купаются, вода чистая. Да, мы не купаются. У нас есть место, где поплавать на той стороне, только закрытый веку. Очень даже. Ух ты, что это такое? Божья коробка какая-то? Большая божья коробка. Грузинка. Я гляну, пускай. Ага. Что это такое? Конечно. А вот там что-то, рыба, коптика, курица висит. Ага. Курица? Тут рыба. Да, тут смотрите. А вот потому что, видишь, вот здесь разжигается, видно. И оно за... Это уже тебе это все снимало. Да? А, ничего себе. А эти... Вот здесь разжигается, идет туда дым, и вот оно все. Да, коптика из-за этого. Капец. А вот этим они тоже вино набирают. Она сказала, вот там у тебя на видео есть. Вот этим, да? То это у тебя слишком... А из чего это, интересно? Я там не емкость просить. Она рассказывала. Это не плата, но это дерево. Это какое-то растение, да? Ну да, что-то корень чего-то. Это тархун, да. Интересно, да. Чеснок, такие керосиновые лампы. Инструмент музыкальный. Я бы хотела дома такое, чтобы ко мне все друзья приходили, и я бы на столе здесь, я бы и подошел здесь. Да, это бандуре. Музыкальный инструмент. У нас есть бандура украинская. А грибы вообще есть тут, собирают в лесах? Да, конечно. Есть лисички, есть шампиньоны, опята, есть сыроежки. Самое главное, у нас есть нигвей. Нигвей, это цезарский гриб. Самый вкусный и самый дорогой. Да, вообще-то в Грузии есть еще и трюфели, если вы не знали. Да, 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 трюфели. Да, трюфели у нас есть. Так, огурцы, лук, помидоры. Да, все как обычно. Самое дело, это вот ореховая заправка. А как она готовится? Орехи, сванская соль, чеснок, зелень, уксус. И все, сильно не перейдите самое, да? Его такое немножко как крупновато. Да, не надо, его в пыль не надо превращать. Оно такое, как есть. Никаким майонезом вы не пользуетесь? Мы можем добавить туда масло, это будет кахетинское нерафинированное масло. Это если вы это желаете. Но когда орехи добавляют, обычно масло уже не добавляют. Орехи, да, сами по себе жирные. Орехи это такое. Кто-то добавляет туда ореховую заправку, кто-то не добавляет. Это уже на любителя. В зависимости от того. А, ореховая заправка, в свою очередь, бывает влажная и бывает сухая. А ну кто-то добавит вот сюда вот уксус, и оно будет как пастообразное, как паштет. А кто-то нет. Это вообще ничего. А из чего вот это сделано? Из какого дерева вот эта ложка для вина? Это не из дерева, это тыква. Это корень? Это тыква? Тыква, да. А что ж это за тыква? Вот такая вот уединенная порта. Он видишь, там стебель был. О, вот точно. Это высушено, наверное, да? Да, специально. Тыква. Самый натуральный черпак. Никакой химии, друзья мои. Ага, друзья мои. Мне надо на тбилисском телевидении работать. Вести кулинарное шоу. Ага. Ага, да. Почему еще не там? Да, почему? Да, мы тоже. Доберемся, скажи, да. Нет, я никогда себе не ставила этой цели, понимаешь? Никогда вообще. Я перестану этим заниматься, как только это превратится в рабский труд и в работу. Как только я почувствую, что это работа, которая перестала мне приносить удовольствие. Вот у меня аналогично происходит. Там определенные рамки. Конечно, рамки, обязанности. Ты сам, ты не хозяин. Все, вообще все иначе. Меня это никогда не прельщало. Ой, как пахнет кинза. Да. Базилик. Это базилик, да? Или что? Это риган по-нашему. Ну да, фиолетовый базилик. Вот это класс. Запахло весной. Курица. А что такое оно коптится? Что это за туловище, не от утки? Рыбка и мясо. Оно сильно, наверное, жесткое, да? Я тебе по секрету скажу, что оно вообще не съедобное. Это декорации? Нет, оно натуральное, но оно залакированное. Ну то секрет никому не расскажут. А рыбка тоже залакированная? Да, конечно. А мы думали, это сушится настоящее. Нет, оно настоящее, но оно залакированное. Ну просто оно уже сделано как бутафория, да? Да, да. Ты такой проницательный, вообще просто. Ну я думаю, перец он, это перец ненормальный, это можно есть. Нет, нет. Нужно испытать. Ну ты видишь, у семьях, если есть такая ледяная кухня, они подвешивают рыбу, ковтят, курицу. Курицу, да? Он автоматически все делается из-за костра в центре. Да, это конечно. А вообще приятно так собрать компанию, прики, здесь костер, здесь все приготовить. Конечно, да. Сам ты все сделаешь. Помогут, жаль, все это тебе. Ну да. Если помогут, то да. А если не помогут? Потому что, да, хинкали, конечно. Это пригород Тбилиси. Да. Такое впечатление, что отъехали куда-то далеко. Да. Ну да, это не центр, конечно. Тут город прям, ну, крупный, столица прям вот тут. Просто такой вид утром в чашечкой кофе туда налавать. Ой, ты шо, это прелесть. А воздух, ой. Это не передаст, не передаст. Камера, конечно. Это вообще красота. Птички, сынычки, сынычки. Птичка, птичка, птичка невеличка. Да, да, да. О, уже готово, смотрите. Вот эта штучка, видите, кипящая, даже бурлит там. Ой, как это вкусно. Как это вкусно. Они вообще посуду из натуральных материалов. Боже мой, какая красота. Грибочками. Вот сюда хочу положить фенкары, по-деревенски. А как ты вообще вот пришла к этому? Слушай, я вот реально грузинка, прям грузинка. С тобой до гостей. Ты не смотри, что я говорю с таким каким-то приветственным акцентом. Это просто часть моей работы. В остальном я очень традиционная грузинка. На самом деле, с достаточно такими взглядами, знаешь. Суровая грузинка. Молодец, да, такая вообще девочка? Она накрыла стол, как красиво она делась. Да, она сернировка даже. Просто все просто, на самом деле. Все просто, ну. Схатер тоже имеет большую значительность. Да, это, кстати, грузинка. Это то, что мы были. Видишь, тоже нож для чистки рыбы, по-моему. Да и красная, да. Ох ты, уже готово. Пошло минут 10, ребята. Какой хачапурик классный. То есть у тебя родители готовили? Да, у меня все очень такая... У меня консервативная на самом деле. А сестры, братья есть? У меня есть две младшие сестры, есть старшие родственники мои. Две младшие сестры, но я думаю, что та, которая третья, она унаследует такую женственность в нашей семье. А та, которая за мной, старшая, ну, средняя, нет. Знаете, есть один такой момент. Он уже готовый, но сейчас разрезать нельзя, весь сыр вытечет. Нужно, чтобы оно немножко подостыло, и мы вот так его в рядочек вот сюда красиво поднимем. Будет просто фиксирован. Так, теперь смотри, нам с тобой сейчас нужно будет залить это холодной водой. Вот мы можем взять такую миску. Тинкали, да? Тинкали. Туда идем, да? Они уже почти, они уже почти приготовились. Три часа мы идеально укладываемся в нашу эту историю. Смотри, вот они кипят. Видишь, они все попками повсплывали. Да, да, да. Когда они вот в таком вот состоянии, значит, что они уже готовы. Сейчас я налью холодную воду. Как интересно, да? Я такого не знал вообще. Оно дает им блеск или что? Да, да, да. Оно им сейчас блеск придаст. То есть холодную воду туда? Да, холодную воду. Прямо сюда же. Ух ты. Вот. Я думал, когда достанешь. Нет. И вот сейчас их начнем. А теперь по одной, да? Вот. Или по две. Там как получится у тебя на твоей. Ага. Ребята, посмотрите, что получилось. Боже мой, это вообще. Красота готова. Грибы, хинкали, салат. Как курица еще раз называется? Шкмирули. Шкмирули. Хачапури. Оно немножко, да, подстыло. И уже все держит форму. Да, и уже не лезет. Да, сразу раздрежешь, оно потечет просто. Красивенько. Хачапури вместо хлеба. Угу. То есть ты мастер-классы проводишь по разным, да, блюдам? То есть не обязательно. Да, в зависимости от стандарт. Конечно. Тебе могут написать, сказать, я хочу научиться готовить там... Харчок. Харчок. Ты говоришь, без проблем, да, приезжайте, да. Без проблем. Без проблем, я здесь уже. Без проблем. Ложись, упал с жалцем. Так. Вот он наш сегодняшний стол. Какая красота, блин. Ой, класс. Скажи, там потом не переехали, блин. Да, у меня такие прям уже мысли. Давай, собирайся, здесь все свои. Грузия, ты что, какая красота? Свои, это точно. Какая разница, где видео снимать. Да. Солишь, да? Перчик. А, перец. Перчик, перчик. Никакого масла сверху, да, ничего? Никакой сметаны, майонеза? Нет, ничего. Нет, никакого вообще, ни в коем случае. Текемали. Нет. Какое текемали, Кацу? Ты что? Ой, ребята, приятного аппетита. Спасибо. Тебе огромное. Это вообще такой, такой мастер-класс. И такое вообще, я думаю, видео очень хорошее. Покажи свой инстаграм, пожалуйста. Чтобы на самом, как сказать, инстаграме. Вот, ой-ой-ой. Да, вот он наш инстаграм. Вот так называется, ребята. Georgia from inside. Тина-тин ломинадзе. Она. По-русски львово. Так что, ребятки, если кому интересно, заходите. Там вся информация есть, можно. Нет, а с чего начинали? Так, а что первое начинают есть? Хинкали. Они же остывают. Так, нас вчера научили, что надо перевернуть ее верх ногами. Правильно. Откусить и выпить как просто воду. Ну, сейчас, на виду, так стало, сколько мы туда налили воды. Много-много не быть. Боже мой. Это прелесть, ребята. Вот они, домашние хинкали. Это супер. Такие, как они есть. Если где-то мало мяса, винить его. Мяса достаточно. Кушать на здоровье. Теперь вы можете сравнить домашние хинкали или странные хинкали. Уверена, и те, и другие вкусные. Но эти сделаны вашими руками. Все супер. Нет, это очень вкусно. Сапфетки. Пленочка. Нет, положено. Вот это курица. Сейчас будем пробовать. Куричка. Вот это вообще божественно. Хачапури. Я забыл, по какому оно. Эмеритинский. Эмеритинский. Очень вкусно. А песто какое-нибудь. Американское. Конечно, я не знаю. В ресторанах такое не попробуешь. У нас точно в Украине я такого не видел. Чтобы такое вкусное было. Вот я ее мясо дала. Споткенька. Давай сюда. И вот вымакивай. Вот так вот. Можно отсюда, можно с тарелочки. Спасибо. Я тобой поухаживаю. Это что теперь? Что такое? Ребята, мы наелись, напились. Капец. Очень вкусно было. Спасибо тебе большое. Здоровья тебе. Спасибо. О, хрец. Я сколько сенталий. Смотрите, сел. Девять штук. Интересно, конечно, было. Умаливаю. Это груша? Без слива или груша? О, вообще.